Уважаемые коллеги, продолжаем. Доклад Антона Зинберга и Феолы Дочернышова докладывает Антон. Топологические формальные контексты. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо за приглашение. Это совместный доклад нас двоих, меня и Феолы Дочернышова. Мы работаем на факультете компьютерных наук в лаборатории прикладной геометрии и топологии. И нам интересно применение некоторых методов геометрии и топологии к анализу нейробиологических данных. Здесь я должен извиниться. Во-первых, у меня, по-видимому, у первого в этот день свайды на русском языке. Но поскольку говорили все равно все по-русски, я надеюсь, что это не очень критично. И второе, за что я должен извиниться, что из названия совершенно не очевидно, где здесь мозг. Но я обещаю, мотивация появится. Это краткое содержание доклада. В основном доклад будет все же математический, хотя с мотивацией из нейробиологии. И отчасти, на самом деле большая часть этих пунктов, которые здесь есть, уже в каком-то виде сегодня звучала. Я хотел бы вкратце объяснить все определения, дать какие-то подробности, может немного картинок показать. Начну я с симплициальных комплексов, напомню, что это такое. Потом сделаю краткий обзор, что интересно мне и что интересно Всеволоду Чернышеву. И потом больше поговорю про то, что интересно мне, про некоторый новый подход к анализу данных нейробиологических, основанный на теории, на анализе формальных понятий. Я расскажу, что это такое. Ну и какие-то общие выводы тоже расскажу. Во-первых, симплициальный комплекс. Симплициальный комплекс — это такое достаточно естественное обобщение графа. В графе у нас бывают вершины и бывают ребра, соединяющие эти вершины. А симплициальный комплекс — это естественное многомерное обобщение графа. Значит, формально симплициальный комплекс состоит из множества вершин и некоторой совокупности подмножества этого множества, которые называются симплексами. Значит, если у вас множество состоит из двух элементов, то это ребро, как в обычном графе. Если из трех элементов, то это треугольник. Если из четырех элементов, то тетраэдр, ну и так далее. То есть, с одной стороны, симплициальный комплекс, так же, как и граф, можно кодировать комбинаторно, с ним можно работать на компьютере и так далее, просто перечислив, ну, например, самым глупым образом, просто перечислив список всех симплексов. С другой стороны, симплициальный комплекс, конечно, можно воспринимать как некоторую картинку, что здесь и показано. То есть здесь слева есть картинка, а справа то, как бы мы комбинаторно закодировали вот эту картинку и как мы с этим можем работать. симплециальные комплекции появятся чуть позже значит они будут просто многократно использоваться в разных разных аспектах сейчас я хотел бы немного рассказать о наших интересах вот первое значит это интерес всего до чернышева и его группы динамика на метрических графах и гибридных многообразиях значит здесь рассматривается некоторая динамическая система точки ну или волна узкие волновые пакеты движущиеся по графу давайте значит я все-таки попробую показать попробую показать здесь видео из которого должно быть понятно что происходит есть граф ну здесь конкретно это направленный граф нач на ребрах есть стрелки и по ребрам движутся точки когда . попадает в конец ребра значит она либо там накапливается и когда там накапливается достаточно количество точек они порождают точки вылетающие по исходящим ребрам и возникает вот такая такая вот динамика значит я надеюсь надеюсь там видно достаточно хорошо что точки как-то как-то движутся и в целом вот 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 такую динамику ну можно воспринимать как некоторую грубую модель динамики импульсов в мозге ну хочется надеяться хочется верить что можно из этой модели получить какие-то обще есть надежда что при некоторых параметров при каких-то ограничениях эта модель даст что-то что наблюдается в настоящих экспериментах то есть это как бы такое обратное моделирование значит это первая тема вторая тема который занимается группа всего до чернышева она похожа на часть того о чем был предыдущий доклад когда по каким-то данным по данным fmrt или dmrt строится в начале граф или взвешенный граф потом строится кликовый комплекс значит симплециальный комплекс возникает более многомерная структура и дальше этот комплекс анализируется методами алгебраической топологии вот например вычисляются гомологии в случае комплекса персистентные или устойчивые гомологии в случае фильтрации симплециальных комплексов ну и оказывается пока что это статистически нуждается в некоторой дополнительной обработке значит эти статистическая проверка еще требуется но пока оказывается что у людей с болезнью альцгеймера при анализе коннектомов людей больных альцгеймером и здоровых людей гомологии получаются разные причем гомологии начинают отличаться в размерностях 4 5 4 5 гомологии оказываются разными вот но здесь требует требуется больше больше статистики пока же пока что это какие-то такие немного эмпирические факты а та история которая мне интересно больше связано с докладом владимира яцкого который сегодня мы слышали где у нас есть животное грызун которая двигается внутри некоторой внутри некоторого лабиринта внутри некоторая комната физического пространства а мы наблюдаем активность нейронов место в гиппокампе этого животного и мы хотим понять как соотносится топология пространства где движется мышка и данные значит какие нейроны места когда загораются значит здесь есть некоторая некоторая теория в том кто в том числе то что рассказывал владимир циков сегодня но мы в частности хотим проверить некоторые из этих алгоритмов некоторые из этих методов на настоящих данных значит данные нам предоставлены в лаборатории константина владимировича анохина чуть-чуть более подробно значит я сейчас расскажу что здесь происходит но давайте даже здесь могу рассказать что у нас есть нейроны места и ты нейрон место загорается в определенной выпуклой области физического пространства но это совсем такая грубая модель значит мы рассматриваем такую как бы нейрон как булевую переменную она либо 0 либо 1 я немного скажу потом что это можно ослабить но грубо говоря значит у нас есть нейроны которые работают как индикаторные функции некоторых выпуклых областей физического пространства и имея достаточно много нейронов мы хотели бы восстановить топологию физического пространства теперь математика значит опять же это это звучало в каком-то виде в других докладах я напомню что допустим что у нас есть покрытие пространство некоторыми множественными уитами значит x представлена как объединение уитых ну на левой картинке x это просто вот объединение всех этих кружочков розовых и имея такое покрытие мы можем построить некоторый симплециальный комплекс который называется нервом покрытия это симплециальный комплекс значит что мы делаем мы каждому элементу покрытия каждому множеству заводим на него вершину дальше если пара множеств пересекается мы соответствующие вершины соединяем ребром если тройка множеств пересекается мы рисуем треугольничек если четверка множеств пересекается в совокупности мы рисуем тетрайдер и тогда ну в итоге получается покрытие у нас то что слева нарисовано а не то что справа нарисовано вот там есть такой кластер из четырех точек значит как бы такой 3 трехмерный объект это тетраэдер на самом деле значит вот есть понятие нервопокрытие и есть классическая теорема о нерве ну сейчас я там часто называют не в немой в целом это красивая теорема гомотопической топологии доказанная по вам сергевичам александровым в двадцать восьмом году значит что если все не пустые пересечения элементов покрытия стягиваем и то есть топологически тривиально то нерв покрытия гомотопический эквивалентен пространству x ну те небольшое пояснение терминов тот факт что два пространства гомотопические эквивалентны означает совсем грубо говоря что у них есть что у них одинаковое число дырок в каждой размерности вот тут видно что объект на рисунке слева и справа значит и там там есть одна дырка а если был покрытие значит если был покрываемого пространство слева дырок не было бы то и у нерва тоже не было бы дырка кажется интуитивно понятным из построения но тем не менее это результат этой теоремы что-то теорема стягиваем означает ну связанный без дырок совсем огрублять в частности любое выпуклое множество стягиваем а поэтому если мы покрываем что-то выпуклыми множествами то их пересечения всевозможные пересечения тоже выпуклые значит стягиваем к выпуклым покрытием этот результат применим ну теперь возвращаясь к истории с грызуном допустим мы наблюдаем активность нейронов грызуна и допустим что мы наблюдаем достаточно много нейронов место так что их поля вот и вот эти вот области активации нейронов покрывают каждой точке пространства есть хотя бы один нейрон который горит и допустим что тоже кажется правдоподобным на самом деле что все все вот эти поля активации все эти множество гури выпуклое множество ну и также допустим что как это конечно что грызун побывал в каждой точке пространства иначе у нас неполная информация тогда значит вот теорема нервы как раз позволяет восстановить топологию топологию физического пространства ну таким вот довольно прямолинейным и незатейливым способом мы смотрим на наши данные активности нейронов и если мы видим что какой-то какая-то совокупность нейронов загорелась одновременно то в нашей модели это означает что соответствующее множество пересекаются а значит вот это вот совокупность и 1 это галлийка является симплексом нервопокрытия то есть мы глядя значит забыв про все что происходит вот на самом деле там с мышкой глядя только на нейроны мы можем восстановить нерв покрытия вот этот специальный комплекс как ну и дальше по теореме о нерве этот специальный комплекс гомотопический эквивалентен физическому пространству значит например мы можем посчитать сколько дырок было физическом пространстве значит сколько препятствий было комнате где бегает мышка вот такую информацию можно вот исходя из такой теоретической конструкции можно восстановить по данным нейронной активности ну конечно конечно здесь есть определенная тонкость значит определенная проблема что во первых ну конечно нейрон это не просто там 0 или 1 переменная значит и не ранее в нейрон как сложно устроен значит это все общем некая такое совсем уж упрощение считать что нейрон принимает значение либо 0 либо это первая проблема вторая проблема то что данных много шума не всегда нейрон место ведет себя так как должен исходя из теории и надо с этим как-то бороться ну тем не менее на одном эксперименте мы проверили значит проверили вот вот этот теоретический алгоритм значит всю эту теоретическую историю оказалось что все таки топологию физического пространства можно восстановить из данных нейронной активности ну при этом пришлось использовать устойчивые гомологии проекта я более подробно говорить не буду значит это некая нет некая такая часть часть топологии которая позволяет работать за шумленными данными то есть принять уже как-то как-то восстановить топологию все-таки можно и вся эта конструкция хорошо работает ну что мы выяснили в процессе работы с данными значит настоящими данными во первых есть некоторая экономическая процедура которая позволяет сказать вот этот нейрон имея все данные там где была мышь когда какой нейрон загорался значит есть алгоритм который говорит вот эти вот эти нейроны называются нейронами места являются нейронами места ну однако же можно пойти по другому пути нет нет не пользоваться этим алгоритмом а попытаться максимизировать взаимную информацию активности нейрона и карте координатами мыши координатами грызуна и некоторым удивительным на мой взгляд образом оказалось что этот алгоритм дает другие нейроны значит вот тут какие-то какие-то числа у меня представлены значит там эксперименте было наблюдалось порядка 600 нейронов из них оказалось что вот есть 24 нейрона места 20 нейронов которые максимизируют взаимную информацию а пересекаются они только по 4 нейронах У нас только 4 нейрона оказалось и нейронами места в смысле классического определения, классического алгоритма, и нейронами, максимизирующими взаимную информацию. То есть, с одной стороны, вроде бы как, если нейрон максимизирует взаимную информацию, то, наверное, это тоже что-то типа нейрона места. То есть, вот как раз тут надо сказать, что вот эта вот история про восстановление топологии, она как раз применялась вот к этим 20 нейронам, которые максимизируют взаимную информацию. На нейронах места она тоже работает, но и на этих нейронах тоже. То есть не обязательно использовать именно нейроны места, можно какие-то другие нейроны использовать. Ну, возникает, конечно, желание, как взаимосвязаны вот эти вот разные типы нейронов. Константин Владимирович выдвинул предположение, что, наверное, вот эти вот нейроны, которые максимизируют взаимную информацию, они как-то агрегируют информацию с нейронов места. То есть они как-то должны быть связаны именно с нейронами места, но, возможно, нейроны места — это какие-то, возможно, базовые понятия, а вот эти 20 других нейронов — это что-то дополнительное. Так или иначе, значит, это послужило некоторой мотивацией для следующей задачи. То есть мы хотели бы иметь объект, который, с одной стороны, имел бы те же свойства, что и нерв-покрытие, то есть позволял бы восстанавливать топологию физического пространства. С другой стороны, хотелось бы, чтобы этот объект позволял видеть в данных, изучать в данных импликации такого вида, что если какой-то набор нейронов загорелся, то какой-то другой нейрон загорелся. На языке теории множество это попросту означает, что пересечение областей, соответствующих вот этим нейронам, нейронам И1 и К, лежит в области, соответствующей нейрону Ж. То есть это такая однонаправленная импликация, когда, ну, не обязательно они прямо равны уже, но, по крайней мере, если уж нейроны И1 и К загорелись, то и же не нейрон загорелся. То есть мы хотели бы иметь некоторый объект, который решает такую задачу. Ну и более обшор, значит, что дальше можно было бы с этим объектом делать? Можно было бы изучать отношения, какие-то более сложные отношения и импликации между различными популяциями наблюдаемых нейронов. Ну и здесь я хотел бы, значит, упомянуть подход вот к этой задаче Владимира Ицкова и его соавторов, такой алгебраический подход, нейронное кольцо. Значит, они исследуют нейронный код. Нейронный код воспринимается просто как множество булевых строк, ну, просто какая-то совокупность булевых строк. То есть это некоторое подмножество в булевом кубе. Вот это 2 в степени, но это просто булев куб. Значит, все возможные подмножества множества R. Ну, раз у нас есть подмножество в булевом кубе, то мы можем воспринимать сам булев куб как векторное пространство над полем из двух элементов, а это подмножество получается огебраическое финное подмногообразие. И у этого многообразия можно взять координатное кольцо, вот оно называется нейронным кольцом, neural ring. И в частности можно изучать импликации вот такого вида, как написано, значит, что если загорелись нейроны I1 и K, то загорелся один из нейронов J1 или J2 или JS. Вот на такой вопрос можно отвечать в алгебраических терминах, алгебраическим языком. В духе, что некоторый элемент лежит в этом координатном кольце. Не лежит, прошу прощения, некоторый элемент в нулевой в этом координатном кольце. Значит, это один из подходов. Мне интересен другой подход, значит, это пока что теоретический подход, вот каких-то экспериментов мы еще не успели посмотреть на реальных данных, что это дает, но в ближайшее время планируем. Вот второй подход основан на формальных понятиях. Значит, что такое анализ формальных понятий, я скажу вкратце. Но если вкратце, то речь идет про исследование таблиц, значит, исследование булевых баз данных. Значит, речь идет просто про исследование таблицы, которая здесь на доске еще осталась с доклада Владимира Ицкова. Мы рассматриваем таблицу, в которой по одному измерению идут нейроны, а по другому — точки физического пространства. И табличка заполнена нулями единицами. Значит, единица, если соответствующий нейрон горит в этой точке, нуль иначе. Вот анализ формальных понятий как раз служит для исследования таких таблиц. Формализация здесь такая. Значит, начинается все с понятия формального контекста. Формальный контекст — это тройка. V, W, I. V, W — это какие угодно множества. А I — это отношение. Отношение значит, что это подмножество в декартовом произведении V на W. V при этом называется множеством объектов, W — множеством атрибутов. А запись, что V, W лежит вот в этом множестве I, попросту означает, что V имеет атрибут W. Ну и вот по сути это и есть просто таблица, то есть такая прямоугольная таблица из нуля и единиц. Надо, что у нас здесь идет множество V, здесь W, но тут стоят единички и нолики, в зависимости от индикаторной функции под множество. Но имея формальный контекст, можно делать интересные вещи. Значит, можно, во-первых, для некоторого множества объектов определить множество их общих атрибутов, то есть оно называется аштрих, и наоборот, по некоторому множеству атрибутов можно определить множество всех объектов с этими атрибутами. То есть переходить от подмножеств объектов к подмножеств атрибутов, и наоборот. И тогда формальным контекстом называется просто пара Под множество объектов, под множество атрибутов Которые получаются друг из друга вот таким вот переходом, как описано И вот таким образом определенные формальные понятия Образуют частично упорядоченное множество Частично упорядоченное множество формальных понятий Мы говорим, что пара А1-В1 меньше, чем пара А2-В2 Если А1 является под множеством в А2 Можно проверить, что это эквивалентно тому, что В1 является над множеством в В2 Значит, тут такое неформальное объяснение Какое вообще отношение все это имеет к логике И откуда здесь все это берется Чем меньше множество объектов, тем больше множество их определяющих атрибутов Значит, вот упоминался Люк Скайуокер и джедаи Но вот Люк Скайуокер считается меньше, чем джедаи Потому что джедаев как бы больше, чем у Люков Скайуокеров Но у Люка Скайуокера атрибутов больше, чем у джедаи Окей, значит, вот это вот частично упорядоченное множество понятий Образует решетку Там есть наименьший элемент, наибольший элемент Можно брать пересечения и объединить И в приложениях анализ формальных понятий используется для ответа на вопрос Верно ли, что, вот у нас есть некая таблица объектов, атрибутов и их связи Верно ли, что любой объект контекста, имеющий какой-то набор атрибутов Также имеет и атрибут, ну какой-то еще атрибут То есть анализ формальных понятий нужен для изучения импликаций в данных Значит, это такой подход к анализу данных, к майнингу данных Который, ну, основан на дискретной математике здесь исключительно То есть он как бы не опирается на линейную алгебру или какой-то математический анализ Ну, это какой-то тоже важный и хорошо развитый метод анализа данных Опирающийся на теорию решеток Ну, теперь мы можем сделать естественную вещь Мы вот можем скрестить постановку задач, которая происходит из нейродиологии с нейронами места И анализ формальных понятий естественным образом Потому что уже, в принципе, видно, что то, что я сказал про формальные понятия Как-то связано с нейронами места Теперь мы можем, имея покрытие физического пространства X выпуклыми множествами Мы можем рассмотреть формальный контекст Ну, то есть вот как раз вот это вот так, где по одному измерению идут нейроны А по другому клетки, точки пространства Ну, конечно, у нас в пространстве там в настоящем бесконечно много точек Ну, там можем какую-то выборку из них взять Это не очень принципиально Ну, и вот посмотрим на такую таблицу И построим по этой таблице решетку формальных понятий Тогда мы из этой решетки, как я говорил Это вот основная цель анализа формальных понятий Значит, что из такой решетки можно читать импликации Ну, в данном случае импликация как раз вот и означает Что если набор нейронов загорелся, то загорелся еще какой-то нейрон Другая вещь, которую, ну, вот я заметил Но на самом деле она основана на классических результатах гомодопической топологии В частности, на теореме Квилина-А Значит, она называется так Или теорема Квилина-Слоя На самом деле вот эта вся история с решеткой формальных понятий Полностью согласуется с топологией Дело в том, что у любого частично упорядоченного Значит, на любое частично упорядоченное множество Можно смотреть как на топологическое пространство Здесь даже есть два подхода Можно смотреть как на конечное топологическое пространство с топологией Александрова А можно сделать по нему симплициальный комплекс Состоящий из цепей в частично упорядоченном множестве Ну, так или иначе, если мы посмотрим на частично упорядоченное множество всех понятий то оно гомотопически эквивалентно нерву покрытия. Ну, там надо сделать определенные оговорки, то есть там надо из частичного порядочного множества понятий выкинуть наименьший и наибольший элемент, иначе оно будет стягиваемым. Но в целом идея такая, что из решетки формальных понятий покрытия можно извлечь топологическую информацию. Это основной посыл моего доклада. Сейчас я хотел бы сказать, как это соотносится с другими понятиями математическими. Ну, вот тут пример, показывающий, что решетка понятий лучше, чем нерв покрытия. Здесь показаны три примера покрытия. Во всех трех примерах нерв покрытия — это просто треугольник, потому что у нас не пустое пересечение трех множеств. Но решетки понятий здесь разные. Вот, например, во втором случае, в зеленом, можно понять, что из активности нейронов 1 и 3 следует активность нейрона 2. С одной стороны мы это видим на картинке, с другой стороны мы это можем увидеть из диаграммы под ним. Значит, пары 1 и 3 в бульвом вот в этом кубике нет. Значит, можно понять, что есть некоторая импликация. Но аналогично в последнем примере. С другой стороны, решетка понятий все-таки хуже, чем нейронный код, потому что вот здесь показаны примеры двух покрытий, которые комбинаторно различные, но у них одинаковая решетка понятий. Ну и напоследок, вот я хотел бы сказать, что мне кажется, что язык формальных понятий — это довольно естественный кандидат. То есть, что его как-то можно и нужно применять в нейробиологии, в частности для анализа импликаций между популяциями нейронов. Во-вторых, топология согласована с этим, значит, полностью согласована с формальными понятиями. Потом у анализа формальных понятий есть промышленное приложение, то есть это такая развитая наука, есть развитая алгоритмическая база. Есть какие-то пакеты для работы с этим, которые можно применять. Наконец, есть понятие нечеткого формального контекста, который позволяет уйти от бинарных или пулевых таблиц, значит, рассматривать таблицы, в которых не просто нолики-еденечки стоят, а какая-то активность между нейронами единицы, что, в общем, больше соответствует истине, и тут надо тоже дальше разбираться с этим, как это можно применить. Ну и, наконец, я видел некоторые публикации, где анализ формальных понятий применяется в нейронауке, но не для анализа нейронов места, а для анализа некоторых там, какой-то иерархии структур данных томографии. Ну и какие-то совсем уж общие слова я напоследок скажу, что мне кажется, что на самом деле можно скрестить даже в большей степени анализ формальных понятий и топологию, и все это применять в нейронауках, а именно у нас в определении формальных понятий фигурируют два множества nx и некоторое отношение между этими множествами. Но нам никто не мешает считать, что и пространство стимулов x является топологическим пространством, и пространство всех нейронов тоже является топологическим пространством. И тогда получается, что и, вот, собственно, этот критекст подмножества декартового произведения nx тоже является топологическим пространством. Ну и вот некоторая такая немного неформальная гипотеза, то есть это точно не математическая гипотеза, но это вот мое ощущение, что какие-то осмысленные топологические вопросы об активности нейронов места или более общего каких-то областей в мозгу можно изучать с помощью вот этого топологического контекста, топологического пространства и подпространства, и пары его проекций на множество нейронов и на физическое пространство. То есть это в целом какое-то направление, в котором я хотел бы работать, там 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 меньше, и здесь, как мне кажется, есть какой-то потенциал. Все, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, вопросы. Похоже, люди работают. Ага. Я думаю. А, кто говорит, люди работают. Пока я не нажимаю. Спасибо. Смотрите, вот насчет, вот последний ваше замечание, формальный анализ понятия другой стороны, со мной стороны, и вот язык с эмплициальным комплексом с другой. Вот, конечно, как вы указали, первые интерпретировать во втором всегда можно. Да. Но, может, вы меня пробраете, насколько я понимаю, все-таки язык вот, эмплициальный комплекс гораздо богаче. То есть его-то в двух сторон, мы не совсем не создаем это эксплуатируешь, но как категория, там, симплициальных множеств, это, в общем, как модель для, для теории гемотографии, да, гемотопических программ. А здесь мы имеем дело только с учетом. Как и в случае, но очень, не очень часто. Ну, и тоже в этой связи, вот вы не пробовали смотреть гемотопических типов. Я смотрел, конечно. Я отвечу. Спасибо. Можно ли? Он, к сожалению, не работает. Да, есть липрофедром. Хорошо. Значит, вот как раз, ну, сначала я задам слово. Когда вы говорили нам в соответствии с группой больных радиогеймеров и здоровых, вы определили слово гомологию. Как по имени ли это число Бетти или все-таки группа гомологии? Число Бетти, число Бетти. Это важно. Почему? Потому что, когда мы переходим к персистам, то я оценю устойчивости, как название томом артиста. Да. Как вы знаете, именем он учитывается, как вас Александр Бетти научил. Ладно, это же владеет. Все, то вам это было число Бетти. Ну, число Бетти или диаграммы устойчивости. В нашей книге Стараса Евгеньевича Панова, который тоже хорошо знает, вы видели, объясняется, что к каждому праву мы сопоставляем с имплициальным комплексом. Но, если у вас на множестве имеется частичный порядок, то тоже можно построить свои имплициальные комплексы. А потом вытекает математическую теорию. Как эти понятия соотносятся? При некоторых условиях они эквивалентны, при некоторых, а то, как вы знаете, это будет. То есть, речь идет о том, что нет математической теории, а речь идет о том, что на множестве вершин имеется структура, например, графа, например, частичный порядок и другие. Оказывается, им можно сопоставить с имплициальной структурой. Это то, что было раньше. А то, что, в частности, в нашей работе с Антоном, касается того, что можно сопоставлять не только симплициальные комплексы, а можно сопоставлять не в комплексе. Потому что это основное понятие исторической технологии, когда у вас учитывается не только эта структура, но... Это мое замечание, то, что, конечно, это все это важно и твое... Я вам ответил, что... Я же вам ответил. Есть два понятия, которые не совпадают, но хорошо вывесекаются. Ответ такой. Я еще раз повторяю. То, что Антон говорит, это все понятно. Но я думаю, что надо будет посмотреть, как в этой ситуации работать не симплициальные комплексы, а момент туган комплекса, который мы с вами занимаем. Конечно. Но отчасти это и возникло из нашей работы. Я все-таки... Можно я все-таки какой-то комментарий дам? По поводу того, какая из категории богаче формальные контексты или симплициальные комплексы, или симплициальные множества, я пока отвечать не умею. Но я могу сказать, что, конечно, имея формальный контекст, вы можете построить два симплициальных комплекса. Это вот как раз те комплексы Долкера, о которых говорил Владимир Ицков. Ну, вы можете смотреть либо на строки, либо на столбцы, интерпретировать это как симплексы. Они гомотофически эквивалентны по теории Долкера. То есть от контекста перейти к симплициальным комплексам можно всегда. Да. Нет, обратно в каком-то смысле можно. Ну, давайте обсудим потом. Валерий Ицковский, очень заинтересовало Ваше мнение, что цепент для войны с Денером отличается от здоровья. Но, как говорится, для Денера, для Денвера, она благоприятна. Значит, в процессе что гомотофия какой-то у меня изменилась, или менялась и превратилась в другую у человека. Вот я сейчас здоровый, вверх. Через там пять лет у меня будет остаться. Сейчас у меня одна гомотофия, а там другая. Ну, скорее всего, да, сейчас если поднимутся, скорее всего, просто в течение жизни у человека сенсормирует, меняется, отличается, что-то там, еще там, ну, что-то, все болезни, вообще, у нас только, наверное, это у меня как-то у меня виноват. Молодые закиды, давайте, все-таки. Ну, сливаются, разделяются и так далее. То есть, просто вы сказали, не имеет отношения к отличию больного фейнера с себя. А, можно без микрофона, я думаю, сейчас скажу, а во-вторых, значит, в той базе данных, которую мы использовали, да, для этой как раз части, но это не главная часть доклада, я на всякий случай еще раз подчеркну, значит, там по возрасту это были примерно одинаковые люди, то есть, там не было различий в возрасте, и мы брали определенную стадию болезни, то есть, там есть 4 градации, это были люди, у которых очень все, как бы, плохо с точки зрения медицины, то есть, корреляция с возрастом, ну, в общем, давайте, сейчас, то есть, о том, что это эволюционирует во времени, конечно, да, но у нас был, но у нас был конкретный временной срез, когда были, были сделаны МРТ-данные. Ваши гомологии не меняются в состоянии здоровья, в состоянии здоровья, вот я не просто не могу на этот вопрос ответить, потому что мы... Не надо вот это вызовлекающее утверждение делать, понимаете, вы же сейчас, фактически, было сказано, что есть типа онкомаркера, да, посчитаем гомологию? Ну да, смотрите, есть у меня нет. Ответьте, изменяются, очевидно изменяются, нет вопроса. изменяются. Все, изменяются. У здорового было одни числа бетти, а у больного другие числа бетти, что они показали? Изменяются. Ну и у здорового, и у здорового, у одного и того же человека, с точки зрения через два раза, тоже могут быть разные. Правильно, но не настолько. А вот на сколько мера? Секундочку. Нет, а секундочку. Да, гораздо больше по опоздану там просто нужно обрабатывать, тогда это можно... Тогда это типа онкомаркеры. Если меньше десяти, то здоровый, больше десяти, это уже больные. Ну, давайте отдельно тогда будем говорить. Хорошо. Это перспективный вопрос. Перспективный вопрос. Да, вот молодой человек. Такой вопрос все-таки получается, если у вас две точки в пространстве, я говорю про физическое пространство, они достаточно депутатные, то получается между ними как бы можно простроить некоторый путь через поля неровных, правильно? То есть можно какую-то получается метрику ввести? Можно ли вообще метрику ввести все-таки расстояние? Метрику? Ну, такую эмпирическую... Ну, на график. Переводный. Мне кажется, да, но это вот у Владимира Ицков наверное даже лучше на этот вопрос отвечает. То есть я этим... сам этим не интересовался, но какую-то можно сделать. и она в принципе соответствует настоящей. Ну, чтобы, да, характеризовать не только там дырки какие-то, еще можно... какие-то дырки, они что-то... пока что вы только дырки можете считать. Правильно? Да, они интересуются. Да, Макадаш? А, вот в истории про клетки места PlaySales значит, там история такая, когда крыса бежит по берифу, что у нее по очереди загорается клетки места. Они загораются непроизвольно. И загорается определенный последователь. То есть линейное, если... если линейное, а если у вас это... Ну, нет, давай, прости, линейное разберите. Они загораются определенной последовательностью. Эта последовательность временная, она запоминается этой крысой. Потом, когда крыса уже после того, как она прибежала, сидит и вспоминает, эти клетки загораются опять же в последовательности, но в обратном времени. Известный экспериментальный партнер. Можно ли вот эту временную компоненту ввести в ваши топологические теории? Ну, может быть, это и клонирование тоже, может, постигнуть. Можно, роман, это же не временная, а последовательность. То есть она может там, как медленнее бежать, и тогда у нее последовательность будет сохраняться, а временная разберка будет... Важно, что она попадает в эти места. Даже во временем. Последовательность. Последовательность. Но они обязательно с одинаковым временем. Я не говорю. там... Я не знаю, зачем топологические идут. Это более простые объяснения. Просто в покое докладов была мотивировка как бы в первых местах. Подумал. Нет, ваш конкретный вопрос про обратную последовательность. какой-то простой. В нашей статье это работает. Включить в топологическую теорию дополнительную компоненту, связанную последовательность. Надо еще сказать, что в том эксперименте, который был летом, который еще не совсем обработали, там как раз была более сложная структура. Там была более сложная структура лабиринта, и там мышь как раз не обязательно двигалась в заданные последовательности. Но вот это еще предстоит сделать. То есть это как бы в процессе. И там вот как раз то, о чем вы говорите, будет снижено. То есть она там сможет поворачивать, у нее лабиринт будет более сложный. И там вот этой линейной последовательности видимо не будет. Но посмотрим, Там как раз будет очень интересно это увидеть. Сейчас можно еще дополнение некоторое, что, конечно, вот к этой таблице, где у вас по одному измерению нейроны, по другому пространство, конечно, можно добавить третье измерение по времени. И, в принципе, есть версия, там, триодический анализ понятий, ну, по крайней мере, здесь есть куда разворачиваться, но вот пока не сделали. Это все действительно очень интересно. Спасибо. Вот я хотел бы отметить, что доклад хороший, интересный, но автор использовал для возбуждения нейронов вот бинарные последовательности импульсов. На самом деле в реальных условиях ничего похожего места не имеет. Реальные сигналы, подходящие к нейронам, это импульсные последовательности. То есть импульсные последовательности, они могут, они имеют неизменную амплитуду, но могут меняться там по частоте. И аппаратом для суммирования почти периодических функций или же вот таких нейронных последовательств являются так называемые почти периодические функции. Вот их-то и надо использовать. Было бы в том числе и кроме того, что использует автор. Значит, этот аппарат основан на использовании так называемых нейронных скронейкера в теории почти периодических функций. Сама эта теория, она вот только в МГУ закончилась примерно в 50-е годы. Там Левитан читал лекции, Борис Моисеевич, почти периодических функций. Но сейчас вот выплыло, что вот эти вот функции являются базовым аппаратом для исследования нейронных сетей. И, кстати говоря, значит, базовый аппарат плюс костеризация нейронных каналов. А вот эта топология, она, в принципе, да и не нужна, потому что природа, когда в процессе эволюции, она топологии не знала для того, чтобы вот использовать этот аппарат, она знала вот импульсные последовательности, которые суммируются вот по тем законам, о которых я говорил. Поэтому вот вопрос, собственно, наверное, стоит и их рассмотреть вот для эффективного решения тех задач в нейронных науках, которыми вы занимаетесь. Спасибо. Наверное, мы можем поблагодарить Антона. Спасибо большое. И все, и все, да. Спасибо. 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 Спасибо.